Стадия банов. Первым банят команды ТСМ. Первый бан Кассиопеи, естественно, против Асселота. Кассиопеи банится. Это его основной чемпион. И Ниф отвечает банам Картуса по той причине, что Рейджинальд Картуса также юзает. Секонд бан идет с команды ТСМ. Органы — это также один из основных чемпионов Асселота. То есть играют в АП. Вот видишь, только что сказали оба в интервью, что мы не боимся друг друга героя. Мы на каждого героя знаем контру. Мы в миде друг против друга тысячу раз играли. И как бы мы знаем, как кто играет. Но все равно боятся героя Асселота. Минус два уже. Но Сарака — это все-таки суппорт. Ну да, на самом деле это все верно. Но я бы сказал, что Картус — это, конечно, герой, которого банят зачастую. Наверное, в каждой игре мы видим такой бан. Потом идет бан Триндамира. Не знаю, к сожалению, комбо ТСМ. Наверное, расстоит того. После идет бан Сараки и бан Кассадина. Ну и есть у нас уже первый пик от команды Team Solomit. Это Сона. Сона — это один из сильнейших саппортов. И ТСМ зачастую строят на нем все комбо, потому что они очень любят брать Грейса. И Грейсом с Соной они вот как раз стомпят зачастую и Вейн. Как произошло и в нашей игре. Грейс очень сильно оверфармил Вейн. 310 крипов относительно 180. Это достаточно хороший результат. Да, это очень много. Сона агрессивный саппорт. И с более ранжовым таким АД кэрри она, естественно, создает большой смысл. Отвечают пиками Вейна и Рейли. И Рейли — это просто сустейн дэмэдж, который также любит СК. А Вейн — это тот герой, за которого АД кэрри, то есть Кэнди Панда, играет достаточно много. И плюс она хорошо раздает литье. Поэтому их пик также неплох, но ситуативен. Посмотрим, какие остальные герои у них будут. Чаукс. Чаукс, потому что играет за Севир очень много и в Соло Ранкиди, и в Примейт Ранкиди, и Рамусы. Рамус Севир, почему еще хорошо эта комба? По той причине, что Рамус любит Ширелию собирать зачастую, а Севир еще ультует Ширелию, скажем так. То есть она всех ускоряет. И это происходит инициация. То есть, скорее всего, ТСМ мы сейчас увидим каких-нибудь врыв героев, а не каких-то сустейн дэмэдж или ассасинов. Ну, чтобы все раскидывать, конечно, пикается Жанна, чтобы всю эту стройку, которая приезжает. И пикается Либланк. Хотя я еще не уверен, что ископикнут Либланк. Они всего лишь предпочитают, да, показывают со смайтом. Да нет, да нет. Мне кажется, Жанна будет пик, а вот Либланка я сомневаюсь. Но мы видели, подожди, это Либланк Миди против тебя стоял, правильно? Да, Либланк Миди против меня стоял и достаточно хорошо постоял. Да, очень неплохо там получилось. Но это было с командой ТСМ. Ну да, это был с командой ТСМ, неплохой игрок. Да, пикается Жанна все-таки Либланка. Пикается Жанна Либланка. Либланка — это герой хороший, в принципе, но у нее есть тоже некоторые минусы. Ее, если ловят, то она очень быстро умирает, потому что прыжком она обычно врывается. И Бурсон у нее также хороший, лишь ауе-дамагание, поэтому пушить себя заставлять нельзя. Ну что, два последних пика у Тим Соломит. Что это будет? Явно что-то должно быть. Явно что-то на инициацию. Я бы, на самом деле, брал какую-нибудь в Иконге, что-нибудь такое. Еще в мид герой бы не помешал. Ну, в мид, да, это можно там что-нибудь придумать. Что без героя в мид как-то тяжело будет играть. На самом деле, Рамус — это такой парень, который дамажит мало, поэтому нужен какой-нибудь либо бурст, либо сустейн. Скорее всего, бурст. Да, Грагас. Грагас — это неплохой выбор с инициацией, потому что въезжают парни. Тима. Тимочка. Что, классный герой? Нет, ты знаешь, это... Очень неприятно против него играть. Капитан Тима, он тюри. Сион. Ну, это будет фокус, на самом деле, да. Но врыв будет, конечно, очень хороший. И самое главное — ТСМам не обломаться в плане того, чтобы их не встретили клином и не разломили все их замечательные щиты, там, Рамусовские и Сионевские. Суперидею. Да-да, их суперидея. Потому что Лебланка может тоже стоять сбоку, прыгнуть на какого-нибудь там парня, типа Рейнмена, и ваншотнуть его. Скарнер. Это, опять же, пока не Пикачу. Я не думаю, что чезить будут СК геймик. Я не думаю, что они будут как-то инициировать очень жестко. У них такой пик. Война вперед не часто бежит. У нее есть еще и Жанна для того, чтобы дефить. Понятно, что ТСМ будет, да, инициировать. СК пикает Скарнера в итоге. СК будет стараться как-то контр действовать, на мой взгляд. Потому что Лебланка не выиграет Сиону очень сильно. Это 100%. Рейнмен вроде очень хорошо играет на Тима. В связи с этого он сможет что-то сообразить против Ферелия. ТСМ ему самое главное не отдать лайн-фазу. А СК как раз на это надеется. Ну пошли мы слапы. Слапаются, да, ребята. С дивизии нас в камере будут играть. А Кэнди Панда берет. Вейн пикает Клинс и Хилл. Это довольно ситуационный пик. Сам у нее спейлов. Но мы видим, что там есть и Рамус, и Сона, и Сион. Они все обладают крат-контролем. Как таунтом, так и станем. Вследствие этого, естественно, Клинс и спейл очень хорошие. Ну а Хилл в последнее время очень актуален. По той причине, что он такое хорошее состояние линии обеспечивает. Без Хила сложно выживать под гангами. Потому что на ботлайне и гнать это нет. Можно захилить очень много. Чтобы поехали, 8 секунд дилея у нас останется. 8 секунд. Остается 8 секунд. Но в сумме получается там около минуты у нас дилея, если я не ошибаюсь. И сейчас запустится игра. Должна запуститься. Да, у нас тут маленькая техническая неполадка в том плане, что… Ну, мы сейчас поменяемся, думаю, местами. Да и так будет проще. Нам нужно свапнуться. У нас тут ситуация… Да, 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 да. Оп, свитч. Все четко. Да, и чтобы все-таки за рулем у нас сидел флеш. Свапнулся я своим кайцетом сам с собой. Ну и поехали. Не получилось у нас, к сожалению, сыграть, так сказать, в два монитора. Что-то там пошло не так. Ну да ладно. Это не суть. Важно. Важно то, что начинается у нас игра. Начинается она буквально через 20 секунд. Ладно, твой прогноз. Давай, просто прогноз. Мой прогноз – врыв – это всегда лучше, чем деф. Врыв – это врываешься с криком «Бонзай», не трусишь, просто отрезаешь волосы врагам. На первой минуте сразу. Да, на любой минуте. Просто врыв, «Бонзай» и поехали. Начинается игра. Это групповая стадия Intel Extreme Masters в Киеве. TSM против SK. SK за фиолетовую команду. TSM играют за синюю команду. Дают ребята обоюдные ЦВ. Мы видим это по коллдаунам. И после этого TSM направляются четко в мид. С мида они сворачивают направо. Во всяком случае это делает Киев. Шествуйте туда же свернуть. Да, смотри, пошел маяк туда же абсолютно. Может быть у нас встреча. Они идут дефить свой синий баф. По той причине, что он важен вот этому парню с хвостом. А те парни хотят инвейдить. Правильную позицию занимает Асилот. Потому что если ты стоишь здесь, сюда ставится вард, стан и ферстблат. Ну да, тут все вовремя. Да, уходит Асилот, уходит слизи-визи. Ребятки боятся. Так просто не поймать. Да, и ставит дефенсив вард. Да, отличный вард ставится на протекшн своего синего бафа. И офенсив вард ставится командой TSM. То есть, возможно, они будут смотреть, куда пойдет вражеский джанглер. Или же стараться как-то его кемпить. Но, судя по тому, что они в пятером делают, мешать они ему не собираются. Два парня стоят на боте с бот-лайна. Скарнер тут совершает какие-то нереальные маневры. Что он будет делать, пока не ясно. Надо куда-то уходить. Куда-то уходить надо. Можно встрять, так как вайтлоту стряли в прошлой игре. Так просто стоя на месте. Нет, ну, Бранд, честно говоря, вот тут танцевал. Он не просто стоял, он танцевал. У него был правильный. Ну, нет, по-моему, он на холд позыше не был. Просто на холд позыше. Ну, значит, меня дезинформировали любители Бранда этого. Забирают в райтов ТСМ, причем забирают они без джангла. И также они забирают своих големов for free. Не мешают им соперники. Слизи Бизис, по-моему, и без ганга вообще начал, честно говоря. Ну, видишь, сказали впечатление, что команды боятся куда-то идти, боятся сделать что-то, не знаю, глупое и так далее. Да, но ставки немалые. Синий не инвейдит. Вот Рамбо забирает синий, Тима пулит синий. И ТСМ свапаются. Рейнмен приходит на мид, чтобы стоять против Рейли. И Сион идет на топ. Стоять против, естественно, Лебланки, потому что такая задумка была у ТСМов. Забирает синий баф в Слизи Визи, идет контрджанглить. Вы знаете, вот мой джанглер в моей команде часто ходит сюда контрджанглить после синего бафа. И вот умирает он примерно, вот как Коинфлип, 50 на 50. Идет забирать красный баф, а Рамос идет на своих фрайтов. Драко очень рядом. Очень рядом, очень рискует этот парень. Если его обнаружат, ботлайн тут же сюда двигается. Единственный шанс, как ему уйти, это подойти вот сюда и флешнется. Выходит сюда Рамос. Так он его замечает ТСМов. И выходит сюда и Рамос. И пытается он уйти или флешнется. Смотри, здесь же Кевин. Но разворачивается, разворачивается на Ирин Мэна. Ирин Мэн прожимает Игнает, убегает парень. Хорошую драку здесь разворачивают ТСМы, на мой взгляд, по той причине, что Слизи юзает флеш. На ботлайне не так много потеряно. Сона двинулась, ее помощь не понадобилась. Видим, что Жанна здесь, несмотря на все происходящее, первый уровень. По той причине, что ТСМы забрали в начале големов на своем ботлайне. Отгоняет тут парень Лебланку. Лебланка второго левела. Ихспы у нее даже меньше половины. Получше начало игры и по лайнингу выглядит СМ. И по крипам даже посмотреть намного лучше. Фарм 4-1 гол против 4-0. Но сейчас станет 4-2. То есть где-то 150 золота они выигрывают. 150 золота это примерно 7-8 крипов. То есть на третьей минуте. Это очень много. На 30-й будет 80 соответственно. То есть на каждом лайне по 25-30 крипов. Это конечно очень много. Четвертый левел против второго. Видно, что Сион пушит. А из-за того, что Скарнир в начале совершил ошибку, гангать он не может. Поэтому Сион пользуется естественно этим. И пушит как может, харасит. Сейчас Сион набрал какое-то там золото. И в общем бэкается. Какое он золото набрал? 644. Это как раз кольцо и вард. Рамос продолжает свой джангл. Он едва ли третий уровень. Но ему в принципе ничего не надо. Гангать ему не нужно. Потому что его пацаны пушат все лайны. Бот запушен, топ запушен. А джанглер совершил ошибку. Ты никуда только и не выйдешь. А джанглер чем занимается? А джанглер не может ничем агрессивным заниматься. Потому что у него флеша нет. И поэтому если другой джанглер его будет контргангать, они два на два подерутся. И естественно этот парень без флеша, он не уходящий. Его просто убьют. Пуш по всем фронтам. Мне кажется, вот сейчас как раз Лига Легенд есть такая тема. Что пушишь лайн, выигрываешь Лигу Легенд. Главное, чтобы джангл контролировать и все. Ну ты видишь, мы говорили только про то, что есть какое преимущество ТСМ поначалу. Но тут же СК немножечко в свою сторону уже переломывает. Я вижу и по крипам. У нас 2, 21, 19, 24, 24, 3, 4, 17 в сумме ровненько уже. И по деньгам тоже сравнялись СК. Так что ничего в этом критичного пока нет. Пока нет, да. До первых файтов будет в принципе мало чего критичного. Но есть плохо то, что нет ганга. Ну, например, вот этот парень поушены не пьет. Вот этот парень сейчас поушены пьет. Скажем так. Идет на топ. Четыре поушена у Лебланки. Это много происходит. В этом терпеть на линии это называется. И два, два, дерутся ребята. Неуходящий парень отходит назад. Неуходящий парень. Кстати, а салат тоже туда идет. Да, салат тоже туда идет. А в это время все ребята пьют поушены залпом просто. Я тут смотрю. И кемеррижи вылетели. Подальше отсюда. Вот этот поушен, который он выпил, это был потрачен зря. 35 золота, это там два крипа, да? Полтора-два крипа. Ботлайн пушит просто как хочет. Чаук скидает бумеранги как просто почти как Чаукнерис. Спешл хорошо идет на Соне. Там не знают, что просто против них делать. Пятый, пятый, еще два пятых левела. Война уходит назад. Это очень хорошее действие от страны ТСМ. Потому что война пропускает экспу. А экспа для адекаря, это экспа как для любого керри в любой игре, естественно. Одна из самых важных. Важная, да. Четвертый левел в Слизи Визи тем временем. По-прежнему он пытался опять-таки пойти туда на левую линию выйти. Ничего у него не получилось. Третьего левела Рамус, который пытается фармить. Вот уже четвертый, но у него философия. Он ему немножко поможет. По той причине, что он гол пер 5, конечно, ему стакает. Война возвращается на свой лайн. Он четвертого уровня уже. Видим, что Чаос уже пятого уровня. И уже на одну треть шестого имеет 102 дамага и нереальный процент лайфстилок. Да, за седением четвертый всего наверху. И у боспанды там пятый, по-моему, был. Да, шестая уже Лебланка. Она подпушивает лайн. Туда же сейчас придет вот этот вот парень с топором. Который, естественно, все отпушит. Получит чуть ли не седьмой уровень. Вот этот парень с топором. Рейнмен против Кевина. По фарму 25 против 32. 26. Лайн подпушивается со стороны Рейнмена. Слизи Видео четвертого уровня. Это очень маленький уровень. Очень маленький уровень у оба джанглера. И здесь парень уже почти пятый уровень. Рамус. Сейчас реколится. Ребята таймят вражеский синебаф, чтобы его забрать. Плохо получается. Не уверен, что они затаймили правильно, да. Потому что стандартный, конечно, таймик. Это примерно 7.20. Но ребята забирают чуть больше. А в этот момент осело отрывается на Рейнмен. Рейнмен прожимает здесь флэш. Плохо осело действует. На ботлайне тоже начинается драка. Они напали, тут хорошо отбрасываются. Да, начинается драка. А ребята все-таки контр-джанглеры. Нормально. Нашли такие. Опа. Вот Бро может поставить. Нет, не пошел. Заберут, заберут синий баф СК. Есть только Рамус. Рамус творит чудеса. Забирает. Забирает. И пытается уйти через слэш. Есть слэш, отлично. Встречает его все-таки осело. Фиорсблаж. Первая кровь. АП Кэрри забирает синий баф. И это здорово действие со стороны СК. Теперь АП Кэрри не нужно забирать свой синий баф. А это значит, что его может забрать джанглер. И он с синий бафом будет джанглить очень быстро. И в экспе Рамуса будет превосходить. Эх, как мог уйти все-таки, если бы украл и убежал. Да, это было бы супер красиво. Но не повезло. Когда парень умирает, он отдает свой баф, который застилил. Вот это самая большая проблема. Смысл было его стилить. Помочь. Только сделал еще хуже. Помочь кому? Соперникам. Помочь СК? Да. Второй раз мы уже сегодня в трансляциях Палало говорим о том, что кого-то купили. Да, и забирает здесь синий так же. Не знаю, я бы Слизи отдал, да, этот синий. Зачем он? Нужно Силоту, если у него и так есть. И Слизь забирает, естественно, синий. У него уже половина шестого уровня. Скоро будет шестой с этими темпами. Здесь пятый. И еще долго. И еще очень долго. Да, 1-0. Девятая минута игры, 1-0 в пользу СК. И одинокий гриб составный. Ты мей. Тима, да. Восьмого левела Рейджинальд. Ничего, он не гангает своим Сионом. Наверное, у него какой-то другой план. В отличие от того, как в Европе за него играют в Солранкеде. Также на нем обычный гангает. Да, пытается подвармливать. 78 против 52 клипов. Получил на развороте сразу с Рейджинальдом разобраться. Да, да, да. Но все равно самое интересное, как лично для меня, битва, это то, что всегда у них там в миде происходит. Потому что действительно этих два парди настолько... Розовый вард ставит Нив. Отличный вард. Видел соперника. Забирает сам обычный вард свой. Который стоит в его кусте. И туда заходят слизивизии. Это очень грамотно, конечно. На разворот сейчас пытаются ребят что-то сделать. Сейчас можно попытаться отдать, подпушить и что-то придумать. Да, как только он двигается, камера туда. Да, Слизь и пытается выйти слизивкой. У Слизи шестого уровня у него должен был флэш. А, не поддержал атаку. У Слизи на самом деле был флэш. Но у Чаукса был щит. Поэтому он побоялся у него флэшаться. На сон он тоже побоялся. Чтобы сэкономить. Да. Нет, в принципе они вряд ли бы убили. Нет, на самом деле они бы убили. У Вейн дамага стопроцентно хватит. Они бы точно убили. Но если вот это прожмет свой щит, тогда флэш потратится просто так. Поэтому он решил не рисковать. Ну это его в принципе право. Ульту это братишка Рейджинальд. Рейджинальд. Да, восстановить себе жизненные дницы. Ну и особо не восстановил. Ну что тут же это... На самом деле еще может. У него вроде тут еще есть. Хотя, да, он все-таки решает. Все-таки решил домой. И это опять-таки плюс для СК. Опять-таки плюс для СК. Отправляется домой, да. 400 галды уже у них преимущество за счет ФБ. Не было еще драк каких-то массовых. Рейнмейн на топе. 11-6 против 12-0. Ну 91-87 крипстаты вы видите в то время у ТСМ. В то время как 70 самый большой. У команды СК. Да, но очень грамотно бэкается Рейджинальд. Это одна из стратегий за мидлайн. То есть бэкается, когда идет катапульта. По той причине, что катапульту вот таким не пушащим героям, как Лебланг запушит, очень сложно. Поэтому долго идет драка крипов. И ты как раз успеешь вернуться к тому моменту, как... Практически ничего не потерял. Да, там одного-двух крипов буквально. Очень здорово бэкаешься. А Сион, это парень такой, включил щит, подбежал вперед. Оп, минус 6 крипов. Это сильная сторона Сиона. Снизу ждем очередных каких-то гангов, попыток там езжу наверху. А наверху, да, подходит Скарни. Скарни подходит под Вардом. Естественно, увидит Рейнмен. Но Рейнмен, он, естественно, делает вид, что ничего не видит. Просто такой встал. А и тут Рэкл сразу на баску. Заходит тут ганг из 4. В спину. Сейчас будет минус 6. Сейчас будет минус что-то, 100%. Врывается. На Декири врывается очень грамотно. Четко. Ох, выхерили. Да ладно. Очень четко дает Ниф. Ультимейт пытаются забрать, да. Все же забирают двоих. Молодцы. ТСМ забирают пока одного. Да, второго забирает Рейджинальд. Делает килл и отдает один килл Севир. Еще 2-1 в пользу команды ТСМ. И по золоту становится преимущество 14-3 тысячи против 13-5. Одинокий Асилот стоит. Чего-то ждет? Что тут у нас? Дракон. Конечно, Дракон, да. Двое мертвых СК. Распличенный СК. Слева парень, справа парень. И если это Одд Бон. А, все, заветил его Рейджина. И пошел за ним. Отсюда. И дается отличный хук. Пытается уйти. Да, уходит. Здесь заходит Скарнер в этот момент. Главное, не зафайлить ТСМ. Да, Сона должна встречаться. У Сона нет маны, в принципе. Так, перестали. И теперь чейндж фокуса Дана Дракона. Резкий смайль Дракона. Оп, и забирают. Команда ТСМ фокусит с Лизи Мизи. С Лизи Мизи. С Лизи Мизи. Лэш пытается уйти, его догоняет. Хорош. Война, но Рамуса не догнать. Рамус это парень такой. С троллфейсом. Покатился. Да. Ёжик. С троллфейсом. Очень на Соника похож. Есть два парня с троллфейсом в этой игре. Это Рамус и Картус. Картус включает троллфейс, когда ультует, а Рамус, когда укатывается. Картус просто всегда в бане, поэтому мы его вряд ли увидим на этом турнире. Ну, надеюсь, что мне дадут им поиграть. Может быть, да, да. Мы это слышали. Потому что вот этот парень на Картусе не играет. В любом случае, Ирелия фармит топ. Фармит достаточно неплохо, вопреки ожидаемому 86 против 73 хрипов. Мас Доренблейды покупает Тима. Это, мне кажется, он у меня взял этот билд. Три Доренблейда и Фонарь. Ну, я так AD кэрри закупаю на 1300 л, когда играю. На ботлайне пушат все-таки, кстати, СК. Теперь уже Чаус один бумеранг. Надо быть осторожнее. Бумерангом, да, одним все забирает. Вардит Нив. К сожалению, да, Лебланг написано, что поставила вард. Значит, преимущество уже в 2000. Ну, как бы, да, 1000 дракон, Тавра пока по нулям. Нет, 1500 дракон. И 1 килл, это там 500 примерно. Ну, с ассистами учитывая. По крипстату, в принципе, ровненько идут. Ну, как ровненько? Вот еще что можно заметить. Когда был дабл килл на боте, там было очень много ассистов, потому что они вчетвером это делали. Да, каждого по ассистам. И это да. Поэтому здесь ассистов раз, два, четыре, пять, а тут только два. Кевин прорывается на Рейнмена. Рейнмен находится под грибом, дает флэш-аут. И Кевин почти ничего не теряет. Рейнмен теряет флэш, и все, хп, он, естественно, ходит назад. А парень на миде с топором в этот момент пушит. И собирает отличный итем. Наконец-то я увидел Кейдж Слаки Пик. Кейдж Слаки Пик – это итем, который дает пять золота. Каждые секунды дракон на боте прессовывает экспешла просто к стенке. Он пять хп, и на Рак обрывается, минус Ракал, минус Ниев. И босс Панда пытается уйти, за ним Чаоса, матычка, да ладно. Не уходит. Минус два. Минус два и минус Ракал – это не девятнадцать один, ребятушки. Можете смело плюс четыреста голды прибавлять. Два, три золота сотни нам показывают. Рейнмен пушит лайн. Девятого Ласселот ничего не может сделать, несмотря на ферст бат. Скарнер тоже пока своими действиями не блистает. Что я говорил по поводу Кейс Лаки Пик? Я делал некоторые калькуляции, скажем так, вычисления. Некоторые калькуляции. Да. И Кейс Лаки Пик окупается через семь минут тридцать пять секунд в полную свою стоимость. Это, подожди, это пять голды каждые десять секунд. Да. Он окупает двадцать пять Абилити Пауэр, стоит пятьсот тридцать пять золота примерно. И после этого остальное золото окупает за семь с половиной минут. Каждые две с половиной минуты вы можете получить золото на вард, который длится три минуты. Поэтому Кейс Лаки Пик отличный итем. Если ваш герой может не проигрывать лайн и без других итемов, Кейс Лаки Пик отличный выбор. Особенно Сиону, который потом собирает из него ДФГ. Видно, что происходит. Кому еще его такой герой? Можно еще Кассиопии собирать. Для этого она должна выигрывать лайн. А Селот? Можно еще. Тут один против четверых. Надо быть осторожным. Десятого уровня. Ирелия фармит топ големов. Ирелия на самом деле неплохо расфармлена, но если все так дальше будет продолжаться по фарму, Ирелия ничего не сделает, одна против пятерых. Потеряли уже Оракул СК. С Лизи Визи уже девятый, кстати, тем временем левел. Но он пока все равно, кажется, не блистает по сравнению с Рамосом, который, например, очень много полезных вещей делает, да, несмотря на то, что у него все один ассист. Хотя он шестой, да. Понятно. На своем лайн не смогла получить. Получает экспу на топе. Жанна, а здесь вот в момент чейс происходит Кэдди Панды. В очередной раз Кэдди Панды пытаются уходить. И чашка, айло! Включается хил, да, на хил разводится, в принципе, это очень выгодно. И опять поушины. Поушины — это опять минус. Поушины и бежать на базу. То есть, да, да, да. Я тоже так могу иногда. Ну вот тут трофейс уже. Покатился. Соник. Али Бланк делает фейл небольшой. Ну, я так тоже делал, когда первый раз. Ладно. На топе Рейнмен с красным бафом. У Рейнмена нет киллов, соответственно, чей красный баф он взял? Явно не с какого-то героя, а просто из джунглей. Баф из джунглей. Оргинайл 12 левел, квантер джанг для фрешского сканера. Забирает у него в райтов и идет на топ. С красным бафом, на самом деле, могут затыркать вот этого парня, несмотря на то, что он достаточно толстый. У него витсент, поэтому холосов у него только 1630. Рейнмен имеющийся флеш, как бы и без курала, да? Нет курала, отлично. Красный баф замедляет. Также Тима вешает яды, станы там. Все такое. Но Рейнджет вообще не боится прокасты Лебланка. Просто нафармил себе 1700 золота. У него за счет Е-скила 2213 хп. С прокасты ему ничего не снимут. Как я говорил, ТСМу главное не проиграть лайн-фазу. Они ее уже отставили. Они ее выиграли. Они более того, еще ее уверенно выиграли. Да, все правильно. Да, они выиграли, забрали 2 Таура, но и перефармили довольно плотно. 5000 преимущество на 17-й минуте. Это очень много. Практически 5000 без 300 золота. Рейнджет не нужно бэкнулся, потому что он уже не забирал. А, нет, он бэкнулся, видимо, только что, что по золоту, да. Не забирает он мили крипов. Ну, если бы он еще и мили крипов забирался на укасты, это было бы вообще до свидания. Подфармливает все-таки Война. 103 крипа у него уже оверсто в любом случае. Но Чаукс нафармил 152. 3-0, кстати, тем временем у него. Да, и 152 крипа. Естественно, Infinity Edge. Это сравнить, если даже дамаг, это будет 118 дэмэджа с руки против 199. То есть здесь будь здоров. Полтора раза больше. Да, Вейн собирается, по идее, как в атак спид, но пока что я не вижу, кроме ботинок, ничего здесь на атак спид. Тут какие-то шмотки вообще несерьезные. Поэтому она из бумеранга своего. Я думаю, СК сюда даже не ломануться часто, понятное дело. Нечего тут делать. Да, у их спешил оракул. Забирают ТСМ и дракона. Зарабатываются еще преимущественные мощности. Начинают уже попахивать жареным для СК. Начинают, да. Уже жареным это да. Как-то они зажалися. Да, ты сказал перед матчем, я люблю врывок. А эти, по-моему, вообще не собираются никуда врываться. И как бы без шанса, куда бы они ни пошли. Я не знаю. Они спокойненько, да, так. Ждать. Врываются тут ТСМ, но да, они по идее что-то и не врываются. Начинается драка. Кевин выходит на Рейнмена. Рейнмен пытается, да, зазонить его под гриб. Кевин, не глупо, понимаешь, там гриб. У него тем временем Пхейдж и Витсен. Пхейдж дает, естественно, замедление. Витсен дает сустейн, мэджик, резист. Особенно, когда ты четыре раза ударил. Еще плюс 20. То есть, хорошие шмотки для Рейли. А фонарь здесь не нужен, потому что он не проигрывает. Можно нападать, главное без грибов. Так. Сона здесь заходит, чекает варды. Вардов тут нет. Поэтому может и Сион, и Раму заходить. И отсюда уже, и, естественно, с Ниндзя Ганга. Но Рейли Ганга не собирается. У нее не 240 крипов, а всего лишь 144. Поэтому она проблемы для Сиона с Сивир заставлять не будет. Один стан, Сивир фокус. Так будут действовать ребята с командой ТСМ. А Силот в этот момент не составляет таких больших каких-то проблем со своими 140 АП. Потому что Сион с 240 передает ему привет очень большой. И 1300 жизней также не дает ему преимущества. Вейн стоит, не пушит лайн. Понимаешь, если запушит лайн, то тут же убьют. А сэр Кевин убивает Рейнмэна. Кевин где убили? Наверху. Да, и очень много АП осталось. Потому что Рейнмэн, я очень много смотрел его игр за Тима. Как он делает? Он ставит грибы. Ну, так все Тима начали делать. Он ставит грибы и дерется в них, скажем так. Он не боится, не убегает. Он просто в них дерется. И Кевин чуть-чуть не умер здесь на самом деле. Осталось у него 140 грибов. Да, Гангать его бесполезно. 4-2. Есть второй килл для СК. 20-ая минута игры. 5400 золота преимущества. Но 2-0 еще и по Товерам. Ну, все равно это много. Ну, как? 2-0 по Товерам. 2-0 по Товерам. 2-0 по Товерам. Это 1000 золота. Плюс 750 на 2. И еще 1000. Это 3500 золота. Только лишь не скиллов и не сфармы. А с драконов и вышек. На мидии что-то тусит с Карнера. 11 уровня. Я вижу, кто-то он в чат так по-честному из СК написал. Дэшчэдэ. Дэшчэдэ это лолда. По-русски это лолда. Это лолда. Только вот это Дэшчэдэ. Асилот Дэшчэдэшит, да. Асилот написал Дэшчэдэ. Бедный Асилот, которому очень холодно, как он сказал в нашем приматчевом интервью. Тяжело ему здесь. Но опять-таки вот критичные точки, ничего не дают. Просто не мешает. СК просто даже не идут на Ашора. ТСМ просто переиграли своими движениями. Дракон, да ладно, чё там. Жалко. В итоге с такими темпами скоро до 10 тысяч просто дойдёт. Можно смело начинать за М5 болеть уже в матче против СК. ТСМ на самом деле. Заранее так. Здесь парень уже подходит. У него 383 АП против бедной Лебланки со 150. Ренмен забирает овер. Ребята вот даже не дефит. Я не знаю, на что на самом деле СК надеется. Да, как бы непонятно вообще, что они сейчас делают в игре. То есть они как-то ходят, боятся драться, понятно. А что делать, если не драться? Всё хуже и хуже будет с ним в ситуации. Они боятся драться и правильно боятся, но... Ну, а если не драться, так что на что надеяться? Поймать кого-то по одному, поубивать или как? Будет только увеличиваться. Сейчас они заставят просто драться. Да, будет увеличиваться преимущество. Сейчас они просто пойдут форсить Башенку. И вот эта вот девочка с 233 дымога... Ох, как просел так, Кевин. Очень больно взял. Конечно, там одного крита хватает, чтобы оставить пол-ХП, даже брузеру. Сейчас Чаус начнёт бить. Лебланка, да, даёт какой-то бурст. Промахивается, даёт в двух разных персонажей. Это вообще полный бред. Ничего не снимает. На шор-баф, естественно, всё отхиливает. Потому что, как вы знаете, для... На шор-баф даёт ХП-реген. Достаточно немаленький он. Ну и неужели ТСМ уйдут? А ТСМ не нужно ничего делать. Они просто сейчас пойдут на мид. Снимут... Ну так, там тоже Тауэр стоит. Они тут... Нет, тут Тауэр не побили они. Они пойдут на мид, подфармят. Некоторые думают ещё с дотой, что если ты на базе так черепаху устраиваешь, оккупируешься тут, и сейчас мы расфармимся, у нас лид-герои. Да, 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 то мы их поймаем. Мы выиграем, да. Но на самом деле там такой жёсткий оверфарм идёт, когда ребята контролируют. На самом деле это вообще практически невероятно, потому что ребята вот ССК, они сейчас не получают фарма вообще. Они получают какие-то копейки. Зачем Реджинальд отфлэшился? Да, он думал, что Слизи будет флэш делать и ульт. У него Слизи даже хвостом не моргнул, как говорится. Филит Реджинальд. И теперь не может он врываться уже со своего флэша, поэтому ему ничего не ставится. Да, и разбегаются в разные стороны. На самом деле Сивирка может слеппушить очень здорово, по той причине, что она убегать может. Но бэк, рекол, бэк, Рейнмен идёт на топ. АСК устраивает ту самую черепаху. Пытаются застрять, скажем так, вот в этих вот вышках. И пытаются фармить. Но они надеются, что ТСМ пойдут, отдадутся. Вот как сейчас там, Юзанул, флэш, вошёл бы там, что-то неудачно получилось, вдруг бы выиграли драку. Значит, за счёт этого... Да, потом один может другого спасать, тоже умереть, третий спасать, спасать. Ну, как обычно это идёт. Просто по одному побежали и отдались. Я не знаю, на самом деле, как это может произойти, по той причине, что... Не, ну бывает всё. Бывает абсолютно всё. Бывает всё, да, но здесь, в принципе, нет тонких персонажей, вот, кроме AD Carry практически. Даже, здесь даже суппорт обладает 1800 жизней. Попробуй убей. Да, AD Carry обладает Quick Sealer, который снимает любой контроль, вкупе с флэшем, это, естественно, даёт стопроцентное избавление от любой... Ну, вот, действительно, засели просто, причём в пятером, нет, в четвером, под своим вторым Тауэром здесь по миду, и... А, ТСМ просто всё равно бьют по Тауэру, не могут им... ТСМ сейчас могут фармить просто всю карту, подходить, бить Тауэр... Миска боится выйти, идёт на топ, а здесь везде стоят... Так, дракон появился, что ли? Да, дракон, здесь везде стоят то грибы, то ворды, всё видят, естественно, ТСМы. Получают ещё 1000 золота. Да ладно, это уже как-то обидно, уже 10 тысяч преимущества. 37 против 28, да, 9 тысяч преимущества. Синебаф, всё заберут просто. А силот тут уже, по-моему, не нужен никакой синебаф, у него 170 АП, у вражеского АПК 430, и их АП 2 800, то есть... Три раза больше. Если он отдать на фарме 262 крипа за 25 минут, это примерно, там, жизни, наверное, 350, он себе в плюс 400 забирает с ЕСПЛ. ДФГ даётся, ДФГ снимает мало жизней. И Чаукс, да, должен просто бить Товер. Я не понимаю, почему не ДФ и Чаукса. ТСМ немножко неправильно, здесь 4 человека должны стоять вот здесь, а Собер впереди должен стоять Реджинальд. И когда Скарнир отходит назад, отсюда заходит Северка, начинает бить Товер, и вот таким вот своим... С длинным плугом можно заползать на 2 года. Да, Куспайлом будет отзонивать их бить Товер, но... Наверное, Скарнир хорошо здесь не знаю. Ну как они бегают? Вот это вот... Оп! И минус жизни. А тут быстрее, да. Товер забирает по МИДу ТСМ. Конечно, здесь 4-й. Здесь Северка, 198, 2-й. И сейчас пойдут туда, заберут Товер. Вот насколько всё просто-то, а? Они выигрывают игру действиями, а просто... Они выигрывают игру, ничего не делают. Это называется Outbrain, да. Да, это просто Outplay. Это не Outbrain, это просто Outplay. То есть, как бы, СК, ну вот с начала игры, ну что интересного показали СК? Вот в этой игре вообще, что интересного показали СК? То, что один раз там Кевин наверху убил, всё. Всё остальное, ну, ошибка за ошибкой. Свитчи и лайнов это было, конечно, не очень здорово. Несмотря на то, что счёт 4-2, такой ощущение, как будто счёт 42, на самом деле. Потому что если они сейчас 5 на 5 драки склеснутся, я даже боюсь на это смотреть. Убьют ли хоть одного? Нет, одного-то убьют точно. Ну, потому что там для бланка, да, одного-то должны убить, которого с карнером вытащат. Ну, дальше. Да, ну и стоит ждать, наверное, всё-таки какой-то активности от ТСМ. Они тоже не особо хотят рисковать своим положением, как бы победа почти в кармане, а вместе с победой почти в кармане выход из группового этапа. Напомню, в последнем матче им играть против украинцев из White Lotus. Ну, мы, конечно, никогда не загадываем наперёд. Но что-то мне кажется, что вряд ли получится что-то противоставить. Бежит тут Релия. Пытается то ли рекордс, то ли затраповать ребята с ТСМ. Тут сейчас будет просто что-то. Что-то вот они задумали. Так. И пытаются ребята ворваться на Сиона. У них это получается. Кайцы хватают Сиона, минус Сиона. Вот оно что. 4-3. Вот этого они, наверное, и ждут. Вот так вот одного кого-то поймать, сейчас отойти опять же. Раз 15 ещё, да. Раз 15, да, всего-то навсего. И всё. И минуты на 62-й можно игру выиграть. Да. Если вам, конечно, повезёт. У меня была всего одна игра, которая длилась больше 60 минут. И она была ужасная. И не сомневаюсь. Лига Легенд такая игра, что один человек может отдаться. На шор, три вышки, дракон, всё. Сноубол, сноубол, сноубол. И потом вот такие цифры. 42 тысячи на 32. 10 тысяча держатся сейчас за счёт этого дела. 5-0 по вышкам, 3-0 по драконам, 1-0 по нашорам. 1-0 по нашорам. Сейчас, может быть, 2-0, если захотят. Но вот, кстати, для ТСМ, по-моему, сейчас самый кайф просто пятером пойти и убивать нашора, потому что они знают, что 5 на 5 они сильнее намного. Сион, имея Джеймбоновские статы 1-1-1, имеет 292 крипа, относительно 131. Да ладно, СК убили первый Тауэр только что. СК убили первый Тауэр на Товер, на Топе, и это был, на самом деле, Кевин, а не СК. СК просто стояли. Да, СК просто... СК чего-то ждут. Ну, ждут они, наверное, здесь замеса. Кевин единственный парень, у которого всё хорошо пока. 1-0-2, 225 крипов. Неплохой результат относительно своего оппонента. 176 крипов Рейдмена, 0-1-0. Рейдмена собирает танки Тима. Это, естественно, тот Тима, который он демонстрировал уже и на Дримхаке, и он также демонстрировал его в других играх, ТСМ. Потом он будет собирать после Малета Атму. Сейчас пока Тима наносит немного дэмэджа. Тут пинги. Сивирка даёт ульт, Шурелия даёт парень. Ай, хорошо, подбросили Рейдмена. Летает Рейдмена, пытается он застанеть. А Дрэйф Латвето Шурелия убегает всё-таки. Асилот пытается зафокусить. Асилот непонятно какой-нибудь Асилот слизи в фокусе. Да ладно, тут... Не может никого унести. Флэш-аут делает слизи визи. Овердамаж команды ТСМ. И идёт Чейз. Минус один. Пытается чейзить. Тут вы. Уйдёт три панда. Да, уйдёт. А почему не зачейзили панда, я не могу понять. Вот этот парень точно бы его догнал. Не, не уйдёт. Мне кажется, не уйдёт то, что Чаукс не прощает. Да, 6-3. Ну, вот знаешь, только что мне показалось, что СК вообще били всех подряд просто. Вообще, СК сейчас сделали... Я могу сказать, что они сделали лучше из того, что они могли. Практически лучше, потому что они... Они умерли всего вдвоём? Они неплохо расположились и вроде даже зафокусили Рейджа. Но у него же очень много ХП, у него армор есть. Но отрыгнул сразу. Да. И его не зафокусили. А вот другого парня, Кевина, его зафокусили. Две 100 ХП всего. Опа, Слизи Визи здесь вошёл в драку. Встречают здесь ребята с Нашора. Отходят с Нашора. Здесь Нашора не нужно. У Рейджа 0, за проблему нету, ходит всё-таки в Слизи Визи. Раму сдавёт Таун. До свидания, Слизи Визи. Да, умирает. 158 крит. Ну и всё. СК сорвались, пошли по одному отдаваться. На самом деле, ТСМ достаточно на лох ХП сейчас. И у Рейджа нет ульты. Поэтому они будут мешать брать Нашора. Они будут мешать нон-стоп. Есть ли ульт? Ульт есть у Лебланки? Да. Может, она будет стилить? Может, мы просто... Сарака, которая викидовская... Есть вард, вард тут же разливает, но есть инфа. Викидовская сарака, которая засилена на Нашора. Будет просто цветочком написано. Что сейчас сделает Асилот? ТСМЧа сдаёт ульт. Ой-ой-ой. Здесь просто умирает парень. Панда пытается уйти. Он как Твич, да, умер тут на самом деле. Умирает также как Эндипанда. ТСМЧа селот. И, в общем, как говорится, попытка номер три. Попытка номер три. Забирают Нашора. Теперь ребятам нужно просто допушить топ-лайн и бэкнуться. Реализовать всё своё преимущество по золоту. Увидеть, что есть 3000, 1000, 1000. В общем, у всех больше 1000. А у этого парня вообще 8.01 и 3000. 8 киллов. Просто всё отлично. Да, у него всё очень здорово. Ну, 89 и 9.3 у ТСМ и 8 киллов. Реджин включает ульт. Да, он показывает, что он. Пошёл рубать. Я могу в соло просто. Нереальная верзила, да, все дрящи. Всё, ребят, забирают мидлайн. Я бы на самом деле прыгнулся. Пойдут сразу на топ, что ли? Нет, наверное, пойдут. Они, наверное, сразу пойдут, чтобы... Ну, можно и на топ. Ещё 4 секунды не будет. Просто вот это золото всегда лучше, конечно, реализовывать. В сумме тут, я не знаю, сколько. 5-10 тысяч, наверное. Ну, считают они, что настолько у них большое преимущество, что нет смысла. Нет, всё-таки уйдут сейчас. Да, уходят. У них около 10 тысяч сейчас. То есть смело можно десятку вычистить отсюда. Но они всё-таки реколятся. Реколятся как... Или не реколятся. Они пытаются страповать. Датчаукс допушивает топлайн. Таура нету. В принципе, можно убивать ингибитор. Эрелия на ботлайне, да. И ребята камбэкаются просто. Убивают второй ингибитор команды ТСМ. Целоты ворвался. Пытаются, ребята, не забрать Сидивизи. Сидивизи хорошо вошёл. Сидивизи хорошо вошёл на его таунтид Рамос. Убивают Кэнди Панду. Пытаются зафокусить кого-то из ТСМ. Рейджи нет почти. Панда. Хоть кого-то лох-хп. Кэмин Патерти забивает. Есть такая-то хитная СК. Умница. Хоть одно. Ну, 2 в 1. Нет, 3 в 1. Ну, уже не хорошо. А Целоты пытаются уйти. Ииииииии все-таки умирает. Да, умирает. 4 в 1 размен. ТСМ будет заканчивать игру. А Рейджи тут закупил свои денюжки. Негатрон Клок все-таки его бьёт больная Бланка. Мне кажется, ТСМы хотят патроллить. Четыре противника умерли. Они могут спокойно закончить игру сейчас вот так через крипов. Они убивают третий ингибитор. Сейчас будет бэкаться, наверное. Вот если они сейчас бэкятся, я буду долго, на самом деле, смеяться. об этом причине но это уже это будет просто да они уйдут нет не уйдут не уйдут и будут будут заканчивать дабы то и заканчивается а 24 дф идет а искалиев возвращается ульта дается себе к себе нарезать и не поиграли банок дает по его на кричка и минуски не помирает на 1 чалов сезене алиэкспресс ноль фантастики и еще опыта для этого трендарь мэн заслужил что тут еще тут еще не было как врывается пытается печалка сейчас печальщики лавок минерал лайк вот не дали сделать вот этот но лучше всего все таки сыграл нас а вновь или 14 у xp шла отличная игра на sony просто отличнейшая игра 1 до 4 то только сказал но на 14 за 4 секунды до конца игры делает этот киев тсм и проходят с первого места в группе а интел экстрим мастер